Подъезд к 13-й станции Большого Фонтана нашу съемочную группу приятно удивил. Еще в прошлом году вместо асфальта здесь был щебень и колдобины, пугающий новичков и раздражавшие бывалых водителей. Завершал унылую картину одинокий парковщик, подпиравший шлагбаум. Сейчас же тут территория благоустроена, отведено место для персонала, все модернизировано и цивилизовано. Плата за въезд взимается, согласно принятым городской властью тарифам. А я платил внизу раньше. Ну, это в прошлом году было. А уже там свободный проезд? Сколько, 20? Оператор пропускного терминала Владислав Матлах рассказывает, что в этом году подписал договор на эксплуатацию терминала и за свой счет сделал ремонт поврежденного дорожного покрытия, навел разметку, восстановил инвалидные значки, забор, установил подсветку и освещение. Но несмотря на десятки тысяч потраченных гривен, оплату за услуги взимает согласно установленным тарифам. 7 гривен в час, либо 20 гривен в сутки. У нас там стоят ребята, которые подсказывают в основном в выходные дни, как лучше поставить машину, как не выезжая, не задеть другую машину, присматривают. Но, естественно, не охраняется. То есть это неохраняемая территория. Для сравнения предоставляемых в рамках тарифа услуг едем в Лузановку. Туда, где, как и на Большом фонтане, приезжают люди с ограниченными физическими возможностями, чтобы получить доступ к морю. Оплата за въезд оказалась здесь такая же, как и на Большом фонтане. На этом сходства заканчивались. Вот один из шлагбаумов в Лузановке. Проезд стоит 20 гривен. Однако за эти деньги никаких услуг не предоставляется. Дорога разбита, охраны нету и парковочные места нужно искать самим. Парковщик здесь тоже не особо любезен. Сейчас я его знаю. Я спрашиваю начальству, что отвечать. Звонок высокому другу не добавил разговорчивости сотруднику парковки. Как, впрочем, не удалось нам разговорить парковщика и возле соседнего подъезда к морю, столь же не обустроенного. За что вы берете деньги? Девушки, я простой парковщик. Что вы с меня хотите? Идите там начальство, спрашивайте. А какие услуги просто вы это достаете? Да оставьте меня в покое. Отдыхавшие в Лузановке автомобилисты комфортом обслуживания на пляжных парковках также оказались недовольны. В целом, они реально как бы там 2-3 гривны за въезд, я понимаю, но 20 гривен – это дорого. То, что местные жители подъезжают просто к морю. Тем более, за охранность, за машину никто не несет. То есть ударят, побьют, поцарапают, то есть никто ни за что не отвечает. Очень дорого, и то, что ни дороги, ни подъезда, пыль, грязь – это, конечно, тупо один шлагбаум металлический. Это ненормально за 20 гривен. Максимум 5 гривен должен быть въезд для административных целей, для каких-то там максимумов. Честно говоря, я как одессит не согласен. У меня маленькие детки, и там с колясочкой сейчас жена. Я бы прогулялся сам пешочком эти 100 метров. Я считаю, это спекуляция, это ненормальная тема. Сравнение двух подъездов к инвалидным пляжам убедило нас в том, что помимо распоряжений профильных служб и решений сессий, на качестве обслуживания сказывается обыкновенный человеческий фактор. Там, где арендатор совестливый, рано или поздно появляются признаки цивилизации. В иных случаях можно только вспоминать профессора Преображенского из булгаковского собачьего сердца. Тем не менее, выбор добросовестного арендатора – это ответственность как раз городских властей. Поэтому и исправлять ситуацию придется именно власти. Одесситы надеются, что произойдет это еще до конца сезона.